В музейном комплексе Югостинского государственного университета имени Александра Тибилова открылась выставка уникальных кукол – авторские куклы Осетии. Впервые в республике представлено 110 экспонатов под авторством кукольных мастеров из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Выставку приурочили к юбилейной 15-й дате окончания Отечественной войны Южной Осетии за независимость и самоопределение. «Выставка в нашем музейном комплексе – это событие. И сегодня мы открываем выставку кукол. Это по-настоящему значимое событие в культурной жизни нашей республики. Я уверен, что каждое из этих творений, каждое из этих кукол останется в вашем моменте, на свою жизнь. Я когда сегодня утром подошел в раме и когда смотрел все экспонаты, я пришел в полный восторг». Создатели уникальных произведений – известные российские художники Зимфира Дзоева, Аза Таутиева, Ирина Канукова, Белла Хитагурова, Индира Цахилова, Наталья Боровицкая, мастер из Кабардино-Балкарии и Мара Акизова. Наряду с профессионалами экспонированы и работы учеников школы кукольного дизайна Зимфиры Дзоевой. Мастеров и организаторов выставки от имени Алана Гоглоева поприветствовал советник президента Батрас Бегиса. Указом главы государства авторы и организаторы выставки награждены почетными званиями, заслуженные деятели искусств и почетными грамотами. «Я хочу подчеркнуть, что вы очень изящно много кондируете в нашу самопытность национальной политике, не только в Северной и Ульной, Осетии, Единой Осетии, но и за пределами нашей республики. Всегда мы должны сюда переехать, как теперь и домой, потому что Южная Осетия – это государство всех мирных граждан, не только российской национальности. Это государство мира и добра. И на земле Южной Осетии должны проходить именно вот такие красивые мероприятия, как выставка ваших авторских работ». Среди почетных гостей и Людвиг Чибиров – профессор, первый президент Южной Осетии, почетный ректор университета. Чибиров отметил важность мероприятия, как отражение общности интересов народа Осетии, разделённых на две части помимо своей воли. «Мне очень приятно, что мероприятия приурочены к 15-й годовщине освобождения нашей Витогии. Да, это знаменательная дата и, конечно, надо отметить такими культурными мероприятиями, как сегодняшняя. В месяц мне бы хотелось обратить внимание на следующее. И сегодня, так завтра Осетия, как Северная, так Южная, и политически получит определение. В этом я не сомневаюсь, в связи с этим временем. Но к этому времени мы должны идти шаг за шагом, постепенно наращивая эти темы в целом. Поэтому подобного рода мероприятия, которые проводятся творческими работниками Севера и Юга, являются как раз теми, факты, теми мероприятиями, которые должны способствовать нашему ещё большему духовному и культурному сближению». Член Северостинского общественного движения Юдзина Тамирлан Мамитов отметил высокий, неугасающий интерес ценителей к авторским куклам Осетии. Сколько бы раз они не были выставлены. «Северостинского общественного движения Юдзина Тамирлан Машкуя, Питера, Мимвода, Сесана, Макалай, Ростова, – И登 commit AquiRi, Vota, Россию, Heroics und Karnota Заслуженный деятель Искусств Южной Осетии Аса Таутиева выразила благодарность руководству республики за помощь в организации выставки и высокую оценку труда художников. Одна из работ мастера перешла в дар университету в знак благодарности. Выставка с порога производит большое впечатление. Отдельного внимания заслуживают образы просветителя из селения Бретт от Южной Осетии. Гаха Асланова из кифского воина высотой в 197 сантиметров, в полный рост. По словам автора работы Азы Таутивой, образ воина Сармата был воссоздан вместе с мастером-оружейником Аланом Хутинаевым. Воссоздали все. Молекулярный анализ показал, что одежда воина была выкрашена в луковых шелухов. Мы даже это повторили. Кольчуга и формование, и воронение льняным маслом. На мое удивление, на воине был красный шелковый ремень. Я недоумевала, где железная кольчуга и где просто помпезный красный ремень. Но на это ответили историки. Я видела сама фотографии, сделанные в момент вскрытия захоронения, что остатки красного шелкового ремня, именно китайский шелковый ремень, были на этом воине. Так что красный цвет, ехать нашего воина в Скифы, Алан и Сармата, они всегда отличались именно помпезностью. Золото, красный цвет. Ну и все знают, что красный цвет для нас – это обережный. Экспозиция рассчитана на широкий круг зрителей, а также представляет интерес для искушенных специалистов и коллекционеров. Я была очень приятно очарована этими работами. Они настолько замечательные, настолько они позитивные, добрые, с некоторой лукавенькой. Их даже, собственно, и бытовыми не назовешь, потому что в них запечатлены многие черты разных представителей разного состава нашего народа. Выставка мне очень понравилась. Я надеюсь, что ее посмотрят как можно больше людей. Она того действительно стоит. И я надеюсь, что это не последняя выставка. Я думаю, что мастерицы будут продолжать работать с таким же воодушевлением и будут представлять нам новые свои образцы. Выставка пролится до 1 октября. А для желающих будут организованы бесплатные мастер-классы по изготовлению кукол. Эльвира Тибилова, Айда Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.